Друзья, всем привет! Пришло время записать очередное видео про шамана Габышева. На днях он издал приказ о том, чтобы его отряд собирался в Иркутске и ждал его там. Сразу после праздника Исах, день летнего солнцестояния, шаман отправляется в новый поход. Я долгое время специально не записывал никаких видео про шамана в надежде, что немножко страсти поулягутся и про него забудут. Может быть, снимут домашний арест его. Но этого не происходит. И сам шаман надеется, что он уже летом сможет спокойно отправиться в свой поход, что все-таки ограничения, которые ему навязывает власть, с него снимут. Тут я хотел бы обратить внимание на несколько очень интересных моментов. Ну, во-первых, пророчества шамана, которые он давал еще в том году, они сейчас сбываются. Когда задержали шамана, он вытащил свой нож и сказал, что таким образом был выпущен дух войны. И то, что сейчас происходит, это, по сути, война со всем человечеством, поскольку всех посадили под домашний арест. Это так называемый режим самоизоляции. Если мы посмотрим, что происходило с шаманом после его задержания и отправки в Якутск, то это то же самое, что сейчас испытывает не только Россия, но и все человечество. Мы сейчас находимся точно в таких же условиях, как и шаман. Ему тоже не предъявляли никаких обвинений, когда он пытался уйти из дома, сказав, что уходит в очередной поход. Его также поймала полиция и доставила домой. И сейчас, насколько мне известно, идет на него очень серьезное давление со стороны правоохранительных структур. Угрожают его родственникам. Но шаман от своей затеи не отказался. Он, как всем известно, идет в Москву, чтобы изгнать демона Путина, которого мы сейчас видим практически каждый день по телевизору. Но есть одна особенность. Путин-то сейчас не в Кремле. Путин находится в каком-то бункере. То есть, по факту, уж не знаю, может быть, ему там кремлевские маги посоветовали, что действительно из Кремля нужно удалиться. И показывают, что он находится в Новоогарево. Не знаю, в Новоогарево или нет, но понятно, что реально он не в Кремле. Затем были откровения шамана, где он делился с нами тем, что ему говорит Бог. Что пока шаман в изоляции, и все люди также будут в изоляции находиться, в самоизоляции будут дома. Так оно и происходит. Просто мы-то сидим всего месяц, да, апрель, а шаман уже с осени того года. И это если подумать о правах человека, то его ограничивают в правах как можно живого человека, не предъявляя ему никаких обвинений, не давать ему возможности покинуть свой дом. Ограничивают его свободу на передвижение. И то, что сейчас происходит, всплеск преступности, люди теряют работу. К лету ситуация будет усугубляться. И правительству придется делать послабления, придется давать народу возможность выходить из дома, работать. И я надеюсь, что эти же послабления коснутся и шамана, ему дадут возможность продолжить свой поход. Как это будет происходить, конечно же, мы сейчас точно не знаем. Но я надеюсь, что светлые силы, которые двигают шамана, создадут такую обстановку к лету, когда шаман сможет выйти в путь. Также, если вы обратите внимание, что с момента, когда весь мир узнал о шамане, когда он первый раз пошел в свой поход и начал приближаться к Москве, дела у Путина шли все хуже и хуже. Затонула подводная лодка, протесты какие-то по стране прокатились волною. За этим можно проследить также и в моих видео. Плейлист по шаману я прикреплю в комментариях, чтобы вы могли ознакомиться с историей того, как проходил первый поход шамана. Кто не видел до этого, кто был не в курсе. Есть видео, где непосредственно, когда власть атаковала шамана определенным образом, случались какие-то катаклизмы в государстве российском. И вот сейчас, когда шаман находится в самоизоляции, в невольной, за это время успел случиться коронавирус, за это время рухнули цены на нефть и поистине невероятное событие, что товар, нефть она же как товар, ее стоимость приняла отрицательные значения. Что как бы, ну не может быть, если вы что-то продаете, вы же должны за это получить оплату, а получается вы отдаете бесплатно, еще и приплачиваете. То есть события на самом деле невероятны. И просто так такое не происходит. На мой взгляд, есть светлые силы, которые стоят за шаманом. И надеюсь, что эти светлые силы помогут ему. И мы еще увидим и будем внимательно следить за тем, как шаман будет осуществлять свой новый поход. Еще на что хотел бы обратить внимание. На канале Шаман и Ворон, это канал Ворона, где он вещает про шамана, вышло видео с одним из первых интервью шамана. Ссылочку я прикреплю в описании. И вот там шаман рассказывает о том, как должно осуществляться народовластие в России. Есть также тезисы шамана у меня в плейлисте, тоже их найдете, кто заинтересуется. И вот то, как должно быть устроено государство, об этом шаман говорит очень просто и понятно. И я всем сердцем поддерживаю такое устройство государства. Какое должно быть отношение к людям, как должно осуществляться самоуправление. В том случае, если сбудется то, что говорит шаман, тогда действительно мы будем жить в свободном обществе. И я очень надеюсь на то, что так оно и будет. В заключении передаю привет шаману в Иркутск. Я, конечно, поехать не могу, но я всегда на посту в интернете, в своем YouTube-канале. И все, что будет происходить вокруг шамана, я буду это освещать. И все новости вы сможете узнавать на моем канале. Я постараюсь ничего не пропускать и оперативно вас информировать о том, как будет проходить новый поход шамана. Ну а пока на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока. Спасибо за внимание.